В первую очередь все мероприятия, которые у нас происходят в рамках месяца, и они направлены в первую очередь на санитарную чистку, благоустройство и озеленение территории нашего города. Ну еще это добрая традиция, ей уже больше 100 лет. Еще это возможность неформального общения жителей, ведь, как говорят, ни что так не объединяет, как совместный труд на общественное благо. А еще, по моему глубокому убеждению, это жители города, принимающие участие в субботнике, осознавая важность своего труда, наверное, после не будут больше мусорить. Ну это уже традиционно, это коллективы организаций предприятий, которые находятся на территории нашего города. Это военнослужащие, это волонтерские организации, это учащиеся педагоги образовательных учреждений, сотрудники администрации города, сотрудники предприятий жилищно-коммунального хозяйства, СЖ, ЖСК. А информирование идет, ну если это организация предприятия, то это через руководители этих организаций на площадках комитетов по управлению районами, куда их приглашают, обсуждают все вопросы, планы, объемы тех работ, которые необходимо сделать, ну, решают какие-то нюансы. Если это жители города, то это через жилищные предприятия, ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, через информирование на информационных стендах, в досках объявлений, в подъездах, а также через домовый комитет или инициативную группу граждан. Они как раз решают вопросы именно по получению инвентаря, ну и всех моментов, поэтому здесь работают. Ну а еще это официальный интернет-ресурс администрации города, ну и также средства массовой информации. На самом деле процесс несложный. Жители города, которые хотят принять участие в субботнике, должны обратиться в свою управляющую компанию. Управляющая компания сориентирует, где и когда они могут получить инвентарь. Все необходимое у них для этого есть, перчатки, мешки, грабли, лопаты, все это есть. Ну а специализированные организации, которые, ну или юрлицы, которые планируют еще в рамках субботника вывозить какой-то мусор, то их ждут на МПС Север, где будет приниматься мусор бесплатно за счет бюджетных средств. Для этого им необходимо через комитеты по управлению районами связаться и вот процесс организовать. У нас закуплены уже талоны на вывоз мусора где-то на 550 тонн, поэтому будем всех ждать. И, кстати, хочу отметить, что у нас жители города всегда проявляют очень самое активное участие. И каждый раз растет, мы даже в этот субботник, у нас заявляются где-то 20 на 1000 человек на субботник. Да, конечно, это традиционные три наших, ну скажем так, боли. Это несанкционированные свалки, в первую очередь. У нас их только сейчас 57 штук. Это где отдельная категория жителей выбрасывает мусор в несанкционированных местах. Здесь, может быть, пользуясь случаем, хочу просто обратиться к этим жителям, но все-таки надо выбрасывать мусор в строго отведенные места. Для этого на территории города Хабаровска все контейнные площадки существуют, они образованы, надо туда сваливать. Ну, эти свалки мы будем брать силами комитета по управлению районами, финансирование уже на этот выделено. Второе проблемное место, это у нас гаражно-строительные кооперативы. Всегда вокруг низ, это целая проблема, потому что жители убирают во дворах, убирают на предприятиях, а там, где становятся мои машины, почему-то они забывают. Ну, здесь работа идет комитетами по управлению районом с председателями гаражно-строительных кооперативов. Ну, и еще третье у нас постоянное, традиционное место, это полоса отвода железной дороги. У нас люди выбрасывают из окон поездов здесь необходимый мусор. Ну, здесь мы работаем с железной дорогой, они тоже активно принимают. Ну, это вот три традиционные, мы о них знаем, мы с ними работаем, конечно, порядок все равно будет на видео. Нет, трудностей не было. Дело в том, что, я уже сказал, традиции больше уже 100 лет, уже за это время наработанный огромный опыт по организации месячников и субботников, поэтому, используя этот опыт, мы с трудностями не сталкиваемся. Сложности, ну, это они всегда есть, и мы их решаем в рабочем порядке, но вот прям такие трудности нет, такого у нас нет. Ну, мы тогда в рамках вот этого месячника тогда остановимся. Да, у нас достаточно очень большой, используя этот большой опыт, мы очень внимательно относимся к планированию всех этих мероприятий и определяем показатели эффективности, именно давая задание, утвержденное наше постановление на вот, в данном случае, этот месячник. Кстати, напомню, что месячник у нас начинается 5 сентября, начался и заканчивается 10 октября. И поставили себе такие задания, ну, как показатели эффективности, это очистка дворовой территории, около двух с половиной тысяч дворовых территорий, ремонт 63 спортивных и детских площадок во дворах, это 65 невыустроенных территорий, тоже наведение порядка, 43 сквера и парка навести порядок, высадить 1350 саженцев, ну, деревьев и кустарников. Ну, вообще, да, ну, пока так, укрупненно, вот такие у нас планы, да. Хотя, конечно, есть и ямочный ремонт, и очистка дорог от смета, и ремонт фасадов зданий, у нас 6 запланированных, еще цоколи многоквартирных домов отремонтировать, то есть очень большие, грандиозные планы, но мы с ним справимся. Чистым, опрятным, красивым, уютным, комфортным, самым красивым городом на Земле.